В этом выпуске, популярный американский журналист снова нападает на группу Тутберидзе, победы ее учениц не дают покоя. Болельщики с нетерпением ждали первого выхода знаменитого тандема Этери Тутберидзе и Евгении Медведевой на соревнованиях и надеялись на новые победы. Но чуда не произошло. А теперь обо всем по порядку. И это стоит 300 долларов в час. Иностранцев возмутила работа тренеров группы Тутберидзе. Популярный американский журналист снова нападает на Хрустальный. Победы россиянок не дают покоя. Команда Тутберидзе работает уже не только в России. В начале майских праздников тренеры из Хрустального Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгаус прилетели в солнечную Мексику, чтобы провести там пятидневный мастер-класс. Казалось бы, иностранцам надо радоваться, что лучший тренерский штаб мира согласился поделиться с зарубежными спортсменами своим опытом. Но один известный американский журналист остался недоволен. А иностранные болельщики откровенно смеются над именитыми российскими тренерами и обвиняют их в корысти. Слава команды Тутберидзе и победы ее учениц не дают покоя, на команду Тутберидзе снова нападают. К Хрустальному не привыкать к нападкам зарубежных журналистов. Ведущие популярного американского подкаста в YouTube The Skating Lesson в чем только не обвиняли тренеров из России. Журналисты открыто критиковали работу Даниила Глейхенгауза и советовали Тутберидзе найти новых хореографов. Американцы утверждали, что фигуристки Хрустального намеренно принимают блокаторы гормонов, чтобы приостанавливать естественное развитие женского тела. И все бы ничего, но ведущие подкаста транслируют эти порой беспочвенные обвинения на огромную аудиторию. Казалось, под конец сезона, когда многие тренеры и фигуристы разъехались в отпуска, придираться уже не к чему. Но The Skating Lesson нашли для себя новую мишень, семинары тренеров команды Тутберидзе в Мексике. Мастер-класса Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова были запланированы на срок с 1 по 5 мая. Мексиканцы любят приглашать к себе звезд фигурного катания, чтобы развивать этот вид спорта у себя в стране. В прошлом году в Мехико гостила Евгения Медведева. Семинарами двукратной чемпионки мира все остались довольны. Казалось, у профессиональных тренеров все пройдет еще лучше. Но, видимо, от Глейхенгауза и Дудакова ждали не меньше, чем постановки четверных прыжков местным фигуристам. Иначе критику их работы объяснить сложно. Они даже не смотрели на людей, которые начинали плакать. The Skating Lesson разбирали работу российских специалистов вместе с четырехкратной чемпионкой Мексики Анной Сесилией и Канту Феликс, которая присутствовала на семинарах. Ведущий подкаста Дэйв Лис пытался выудить у девушки самые скандальные подробности. Журналист сразу же начал с вопроса о тренировках на парковке, где в первые дни семинаров был замечен Глейхенгауз с фигуристами. Она объяснила, что занятия были перенесены туда, чтобы обеспечить всем достаточное количество пространства в связи с вирусом. Но Дэйву такого ответа было недостаточно, и он начал постепенно подливать масло в огонь. «Твоя сестра сказала мне, что Дэйв Глейхенгауз был раздраженным на парковке, а затем позволил Сергею вести занятия, пока сам смотрел в телефон», — сказал Лис Аня. Мексиканка подтвердила это, а затем поделилась некоторыми подробностями работы Сергея и Дэниила на катке. Они выгоняли со льда всех, кто не выполнял их требования. «Я сказал тебе три раза держать руки здесь, а ты держишь их в другом месте. Уходи со льда!» Не важно, что фигурист действительно старался выполнять указания. Для них это не считается старанием. Много спортсменов было выгнано со льда. Они даже не смотрели на людей, которые начинали плакать, — сказала она. При этом девушка подчеркнула, что тренеры обучали фигуристов базовым вещам и выглядели мало заинтересованными. Пытаюсь подсчитать в уме, сколько денег они заработают за это. Слушатели The Skating Lesson возмущены работой Дудакова и Глейхенгауза. Пользователи оставляют в соцсетях подкасты гневные комментарии и откровенно возмущаются увиденным. Честно, они даже не делают вид, что стараются просто приехали за деньгами. Мастер-класс по хореографии, хип-хопа и махов ногами. Пытаюсь посчитать в уме, сколько денег они заработают за это. И почему мне так смешно? Сколько же денег они заработали? Надо быть очень эгоистичным, чтобы полететь в Мексику, в горячую зону вируса. А ведь фигурное катание там даже не популярно. И это стоит 300 долларов в час. Блин. Нападать на команду Тутберидзе у иностранных болельщиков уже входит в привычку. А The Skating Lesson только подогревает обстановку, даже когда на это нет особых оснований. Конечно, Дудаков и Глейхенгауз вряд ли рассекречивали в Мексике уникальные методики и организовывали тренировки такого же уровня, как и в Хрустальном. Но разве юным, совсем неопытным фигуристам это было нужно? За пять дней специалисты могли показать только основу той системы, при которой наши чемпионки достигают наивысших результатов. Создается впечатление, будто The Skating Lesson специально хочет пошатнуть репутацию Хрустального. Доминирование учениц Тутберидзе явно не дает американцам покоя. Вот только нелепыми обвинениями все те результаты, которые нарабатываются на катке самбо 70 годами, уж точно не разрушить. А если уж иностранцы против того, чтобы перенимать опыт у лучших тренеров мира из России, то нам от этого только лучше. Сможет ли Евгения Медведева достойно завершить карьеру? После возвращения в Хрустальный Медведева не участвовала в соревнованиях. А теперь готовятся не к Олимпиаде, а к новому шоу. Еще совсем недавно, в сентябре 2020 года, поклонники фигурного катания радовались трогательному воссоединению Этери Тутберидзе и Евгении Медведевой. Болельщики с нетерпением ждали первого выхода знаменитого тандема на соревнованиях и надеялись на новые победы. Но чуда не произошло. После возвращения Евгения может лишь мечтать о выступлении на турнирах. Медведева с головой ушла в шоу и, кажется, теперь не собирается возвращаться в спорт. Похоже, что это конец карьеры чемпионки мира. Возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе стало одним из самых удивительных и одновременно трогательных моментов сезона. Именитый тренер и титулованная спортсменка, казалось, забыли все обиды и снова стали работать вместе. Болельщики были уверены, что в «Хрустальном» Жене снова вернется на пик карьеры. После возвращения в «Хрустальной» и вынужденной приостановке карьеры жизнь Жени стала интереснее и насыщеннее. Фигуристка будто бы старается взять все, что дает ей популярность. Медведева снялась в сериале, стала активно посещать телешоу и ковровые дорожки, получила несколько новых рекламных контрактов. С фигурным катанием Женю связывали только ледовые шоу и роль капитана на командном турнире Первого канала. О возвращении на соревнования девушка говорит расплывчато и ничего не обещает. Давайте следующий сезон для начала состоится. А там посмотрим, заявляла фигуристка на московском шоу Тутберидзе. Неопределенность Жени сильно пугает болельщиков и подталкивает к мысли о том, что фигуристка и вовсе не собирается возвращаться в спорт. А участие Медведевой в новом шоу Ильи Авербуха, которое пройдет с 9 июля по 18 сентября, только подкрепляет догадки. Болельщики очень встревожены тем, что ледовый спектакль пройдет в самый разгар межсезонья. Фанаты не скрывают своего разочарования и открыто пишут в комментариях, что не хотели бы видеть любимую фигуристку в шоу. Ничего не знаю, Женя, жду в новом сезоне. Женечку хотелось бы увидеть в спорте, рановато я еще в шоу. Эх, Женя. Не здесь я тебя хотела видеть. Хотелось бы Женю в первую очередь видеть на соревнованиях. С каждым днем надежд на то, что Медведева все-таки выйдет в новый сезон, становится все меньше. Даже если Женя примет участие не во всех шоу, трудно представить, как она сможет совместить подготовку к тяжелейшему олимпийскому сезону с работой у Авербуха. Конкуренция в группе Тутберидзе стала запредельной. Прямо сейчас в Хрустальном тренируются шесть главных претенденток на поездку в Пекин, многие из которых владеют элементами ультра-Си. Чтобы быть конкурентоспособной и рассчитывать на Олимпиаду, Медведевой необходимо работать не покладая рук и усложнять программы. Готова ли фигуристка пустить все свои силы на тренировки, зная, что ее шансы на Олимпиаду крайне малы? Может быть хотя бы Медведева сможет завершить карьеру достойно?